Друзья, всем привет! Вы на канале Виконста. Со мной Стик Барди. Всем привет, ребят! Едем на рыбалку. У нас очередная вылазка. Кстати, вот направо можно поехать на рыбалку. Может быть, кто знает, напишите, как там, клюет или нет. Я читал, там карпы хорошие. Сейчас? Ну, не сейчас, но этот же ловил ЖЖК. А, ну может. Я думаю, вы в комментах можете написать. Сегодня, опять же, выбираемся на один интересный водоем. Я думаю, все его знаете. Посмотрим, что у нас сегодня получится. Собираемся на день и на ночь. Рыбалка 24 часа. Взяли каши, взяли еды. В общем, настрой хороший. Погодка отличная. Всю ночь был дождь. Мы посмотрим, как у нас с проездом. Поедем мы на 100 метровку, на елке. Посмотрим, в общем, как у нас пройдет рыбалка. Ну, а вы пишите комментарии. Готовьте вкусняшки. Я думаю, рыбалка у нас будет интересная, с изюминкой. Ну, а так время покажем. Дорога у нас, конечно, здесь пару мест не очень. Ну, потихонечку проехать можно. Скользко. Скользко, да. Так что не гоните. Еще ямы здесь такие интересные. Вроде бы яма не глубокая, но можно поймать себя на ремонт машин. Так что, ребята, будем включаться уже чуть попозже. Смотрите, какое солнышко. Но снега с морозом у нас нет. Погода сегодня обещают плюс 6. Да, погода у нас будет днем плюс 6, ночью до минус 2. Рыбалка в глухозимье, по сути. Льда нет, но мы уже с летними снастями. Врываться будем на очередной водоем. Посмотрим, что там так как. Едем. Так, ну что, добрались мы до водоема. Сейчас будем раскидываться. Ребята, рыбалка у нас будет сегодня на сутки. 24 часа и день и ночь. Посмотрим, когда лучше клюет. Там по левую сторону у нас тоже рыбаки. Кто знает, Игорь Кузьменко. И они там заходят. Бог знает куда в забродах и кидает еще. Дистанция ловли у них получается 130-140+. Ну а мы что, сейчас будем расчехляться, ставить палочки и уже рыбачить. И палочки для концевиков. Ну что, друзья, тычки я расставил, сигнализаторы со свингерами поставил. Все, сейчас будем распаковывать удочки и забрасываться. Раз. Два. И три. А я сюда буду подкладывать. В смысле себе? Ну вот они здесь лежали. Что тебя мешало взять? Ну а я же думал, как раз они вот... Они вот здесь лежали, они там не лежали. Вон те лежали. Да. Ладно, ладно. Ты можешь на камере увидеть потом. Смешание, короче, палочки, эти, камушки спер. Ну а что спер? И что? Камней нет. Нет. Ну, если, в принципе, ветра не будет, то не будем перекидывать друг друга. Да если перекинем, ничего страшного. Ротпот поставил бы и не морочились. И третья. Третья лудочка. Так, цепляем катушки. Будь здоров. Откручиваем ручку и цепляем катушки. И просовываем через кольца. Раз. Раз. Так, все. Цепляем. Сегодня мы будем, друзья, катать новую кормушку. Вот такая, в форме пули. Так, наживляем куки. Раз. Броско. Перчатку не забыл? Нет. Но больше. И два. Ну что, заминаем кашу. Третья лудочка. ДИНАМИЧ Третья лудочка. Третья л 양ой пицы. В この орице. Третья лебandırtinya. Музыка всё. Ух ты! Клюет уже. Да. 10-12. Отлично. 10 часов у вас кинется. Да ну не в 10, а в 11 часу уже. Так, вторая есть. Так, это у меня тоже не связано. Чуть подальше. Что, Игорек, наверное, не клюет, то вырвался к нам, да? А я тоже уже реализовал трех подлещиков. Ну и десяток. Хорошие? Это килограмма. Ну это вот они такие. Вот ты же заходишь метров на 150. Да ну да. И кидаешь. А у меня ни одной поклевки. Карпика одного. Взял? Взял? Ага. Такой кругленький. Интересно. Отлично. Отлично. Ну у нас пока не... У меня вот три поклевки было, три реализовала. А у Мишани вообще ни одной поклевки. Хотя кидает до сотки. А я кидаю метро восемьдесят. И от чего это зависит? Хреново знает. Так с утра приехали сразу. Хорошо. Потом ты на моторке проехал. Все хуже, хуже. Слышишь, а Карпика ты утром взял? Да, сразу. Вот ты с ночевкой, да? Ну и мы с ночевкой. И мы с ночевкой. Думаем, что погода класс. Ну я очковался здесь, конечно, ехать, цепи взял. Но я, как он Михе говорю, как цепи беру, мы заезжаем на ези. А это... Сейчас он в группу написал. Не знаю, сейчас может подтянутся. Ну сейчас раскиснет, навряд ли кто-то заедет. Ну с утра мне так кидало по чуть-чуть нормально. Но мы ехали мы с той стороны. Сюда до Короника там дорога, конечно, улез. А мы отсюда через поле прям отлично. Ну сюда нормально, да. Оно прихвачено. Да оно сейчас не раскисло. Это может быть в часа два-три, когда плюс шесть. Тогда раскиснет возле свинофермы нормально будет. Ну Коля говорит, тут ночью в ужас. Да, он вот тоже подошел. Крутило. Хотя в Донецке не было погода нормально. Ну дождь лил, но... Ну что, друзья, пришло у нас время обеда. У стига в улове четыре подлещика и один карась. А у меня ни одной поклевки. И клюет только вот так, с самой крайней удочкой. Там мелко. Тут уже начинается глубина. Ну, посмотрим. Сейчас у нас время пол второго. Начнем перекусывать. Что у нас сегодня на обзоре из еды? У нас лук, сосиски, хлеб, колбаса. Здесь у нас сало. Ух ты! Видели какое? Рассказывает. Пахнет? У него есть покушать. Да, пишут, пахнет. Пахнет. У нас здесь... У меня сирутский такой. И тут у нас огурцы. Как раз мы это все дело порежем. И будем приступать к обеду. Давайте, ребята, присоединяйтесь. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Будем ждать клево дальше. Давайте, присоединяйтесь. Поехали. Друзья, вот у меня есть в наличии вот такой лескометр. Решили со стигом проверить, какая же дистанция у него ловли. У меня 95, плюс-минус там 5 метров. Ну, погрешность. А теперь давайте померяем у него. Такое хитрое приспособление. А я думал, хитрый я. Здесь мы его ставим. Чик. И леску. Наматываем. Вот так вот. Все. И сбрасываем показания на ноль. Сейчас посмотрим. А то у него клюет. У меня нет. Каша одна и та же. Наживки одни и те же. Вот и сейчас посмотрим, какая дистанция ловли. В принципе, по берегу один Игорек ходит в забродах. Наматывает километраж. А по правую сторону нет никого. Одни утки. Километров 20 тигарь он за сутки наматывает. Да. Где-то так. Кук висит весь. Так, снимаем шнур. 83 метра. Вот дистанция такая при забросе. Ладно. Рыбачим дальше. Так, ребята, поклевка. У нас вместе со стигом поклевка. Что-то мелкое. А уже ничего нету. Странно. Так, ну сегодня я рыбу не ловлю. Зато хоть вам яичницу поснимаю. Ты как шаманишь, мне какой-нибудь кирпич попался. Вот это соль солит. Все, хватит зеленая будет. Чуть-чуть вот так. Отлично. Так что присоединяйтесь. Присоединяйтесь к нам. Трустите ваши холодильники. Доставайте вкусняшки. У нас уже яичница почти дошла. И будем сами перенаживляться. У меня поклевок нет. Я не переживаю. Вон, ребята. Колбаска. Лучок. Все-таки на свежем воздухе совсем по-другому кушается соленый огурец. Так что давайте тоже вместе с нами. Вы дома, а мы на природе. Что касается по водоему. На водоеме нет никого. Что с правой стороны фонари не горят. Что с левой. Единственное на мысу. Там Игорек дубасят леща с карасями, да и карпами. А мы здесь душевно отдыхаем. Какую рыбалку подряд не знаю. Так что всем приятного аппетита. Больше дразнить вас не буду. Сами перекусим и будем пробовать ловить дальше рыбку. Приехали мы с ночевкой. Поэтому утро вечера мудренее. Готово? Да, выключай. На, весло. Такашот. Бери. Яйца. Яйца. Раз. Надо как-нибудь сальца взять и вжарить. Все, выключайте. Да. Так, ну вот. Яичница у нас. Ладно, ребята. Ах, пахнет, да? Тоже слышите? Ну, а я думал только я один слышу. Вон стих Кесю Месю делает. А я так. Люблю с глазунью. Ладно, все. Выключаемся. Приятного аппетита. Наконец-то, ребята. Первая поклевка. Нету, что ли, ничего. Нету, что ли, ничего. Не маню. Немал, ничего. Не, что-то упирается, ну маленькое, практически не чувствуется. А может и катушка. О, ребята, первый подлещик мой за сутки, елки-палки. А что оно так не это, может быть за катушки. Вообще не чувствуется. Да, подлещик зачетный. Но я не чувствую натяжки вообще никакой. То ли непривычно после старых катушек, я не могу понять. Ничего не чувствую, она идет как обычно. Ну ты видишь? Нет, что-то есть. Так она вот, слушаешь, как это, вроде. Кого? Ну, как на буксире тянет, ему пофиг, он не успевает, наверное, плавниками шевелить. А чего? Не понимаю я, понимаешь ты или нет. Странно как-то. Ну, хорошо масло есть. Придаточное число, значит, у него хорошее, да? Ну как? Так, ребята, вот еще один подлещик. Интересно. Странно как-то. Я же говорю, у меня четырехтысячные катушки были. Я чувствовал. А сейчас я вообще не чувствую рыбы. Чего-то пикнуло. О! Ну, клюй. Клюй. Опускает. Все? Или сидишь? Сиди, сиди. Сиди. Да, ребята, сейчас уже мороз прихватил. Градуса три, смотрите, как палка вся обмерзла. Что-то сидит. Подлещик. Глаза светятся. Подлец. Да, начал браться подлец. На дистанции 80+. Ну, будем пробовать. Хоть подлещика ловить. Днем у нас не получилось ничего поймать. Ну, такой хороший подлещик. А губа уже мясистая у него. Днем у нас не было. У меня. Блин. Ого hosts не 몇 раз. Белая тонн. Белая тонн. Белая тонн. Днем вот elegance. Внутри ловит. Белая тонн. Белая тонн. Белая тонн at cosm limits. Продолжение следует... Вот такой подлещик. Друзья, ну что, пришло время заканчивать эту рыбалку. Перенаживился я с утра, так и не получилось у меня впоймать даже и одну рыбку. Но ничего, мы не расстраиваемся, в следующий раз обязательно повезет. Спасибо, что просмотрели этот видеоролик до конца. Я думаю, он был интересный. Хоть рыбы я впоймал мало, но зато вы провели время со мной отлично. Если вам понравился этот видеоролик, вы знаете, что делать. Лайки ставьте, на канал подписывайтесь. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока-пока.